МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без воды и отопления остались жители Пригорска накануне вечером. Виной всему долги. Разбираться в коммунальном коллапсе и финансовой проблеме между энергетиками и ХК-средств водоканалом пришлось прокуратуре, следкому и правительству. В Абакан из Питера приехала гусеница. Экстремальная, но при этом семейная. Расскажем о новом аттракционе, которым обзавелся городской парк Орленок. Навести лоск в каждом уголке. В Абакане началась большая уборка. Присоединиться к дням чистоты могут сотрудники предприятия, организации и ведомств. Новоселье в Абаканском зоопарке. У пернатых теплолюбивых появился новый дом и просторный вольер. Покажем переселенцев и их новые комфортабельные апартаменты. В эфире телеканала Абакан 24. Информационная программа сегодня. В ближайшие полчаса о главных событиях дня. В студии для вас работает Ольга Могучая. Здравствуйте. Кабунальный коллапс накрыл Пригорск минувшим вечером. Поселок одномоментно остался без отопления и воды. Причина. Долги. ХК-средств водоканала перед энергетиками. Республиканское предприятие их накопило в сумме почти 45 миллионов рублей. Региональным властям пришлось в экстренном порядке решать возникшую проблему с подачей воды и отоплением не только на теплоноситель, но и в жилые дома. Как развивались события в материале Елены Семашко. Население поселка больше двух тысяч человек, плюс социальные объекты, школа, детский сад, фаб, в одночасье остались без воды и тепла. Ресурсная организация «Атомэнергосбыт» отключила подачу электроэнергии на объекты водоканала в Пригорске. Из-за накопившейся многомесячной и многомиллионной задолженности встала местная котельная, воду на которую и подает неплательщик ХАК Ресводоканал. Местные жители вышли на улицу на стихийный митинг. На место незамедлительно выехали руководитель регионального министерства ЖКХ и энергетики, следком и прокуратура. А управляющая компания, чтобы не допустить проблем с сетями, приняла непопулярное решение. Встала котельная, сейчас туда попадет воздух, опять эти дома продувать, это будет проблематично. Что они сделали? Они пытались найти выход из ситуации. Управляющие компании пытались. Они горячую воду отключили вам и эту воду пустили в котельную, чтобы не завоздушить систему. Доставка воды в Пригорск, чтобы наполнить резервуары котельной, пошла водовозками. Их направил мэр Черногорска Василий Белоногов. Пожарная машина двинулась и из Устебакана. Также было принято решение привести и подключить ко второму поселковому водоподъему дизель-генератор. Для подачи водоснабжения принимаются все меры. В частности, на второй водоподъем в течение двух часов будет доставлен дизель-генератор, для того чтобы включить электроэнергию и пустить воду на поселок с резервных баков. Также параллельно проводим работу о том, чтобы не встала котельная, подпиточная вода, чтобы была на котельную. Уже после полуночи поселковый теплоноситель вышел на рабочие параметры. Батареи в домах начали нагреваться. С подключением дизель-генератора пошла и холодная вода в краны. Утром в них появилась и горячая. Отметим, сумма долга Хакасского водоканала перед ресурсниками почти 45 миллионов рублей. Атом Энергосбыт комментирует. И республиканское предприятие, и все заинтересованные структуры, профильные министерства и ведомства, надзорники были уведомлены о введении ограничений электроэнергии заранее. В срок, предусмотренный законодательством. Однако никаких предложений по оплате многомиллионной суммы или ее реструктуризации не последовало. Позиция энергетиков тверда. Подача электричества на объекты водоканала возобновится лишь после четкого и ясного понимания по платежам. Вода и тепло в Пригорск вернулись. Энергетики сегодня днем вновь подключили Хакас с Ресводоканал. Решение было принято на совещании в правительстве. Оно состоялось утром. В Сером доме также отметили между ресурсниками и предприятием достигнута договоренность. Будет разработан и график платежей долгов за электричество. Самокатчикам ограничат скорость. Рядом с пешеходами она не должна превышать 10 км в час. Проект соответствующего постановления с изменениями в ПДД разместил на публичное обсуждение Минтранс страны. Также предлагается уточнить правила остановки и стоянки электросамокатов. Ввести запрет на перевозку пассажиров и новый дорожный знак, что определит территорию, по которой движение запрещено. Кроме того, появится понятие «лицо, использующее для передвижения средства индивидуальной мобильности». Это распространит на них требования ПДД как для водителей и административную ответственность за их нарушения. Пассажирка пострадала в массовом ДТП в Абакане. Накануне днем на улице Чертыгашево водитель иномарки на перекрестке не пропустил ладу. От силы удара отечественная машина протаранила стоящий Рено Логан. В результате аварии пострадала пенсионерка, пассажир иномарки. 73-летняя женщина получила открытую черепно-мозговую травму. Тем временем водителям в эту пятницу стоит быть внимательными, выбираем маршрут, пролегающий через улицу Аскийская. Один из участков проезжей части будет перекрыт на ночь. Для прокладки резервных труб движение автомобиля ограничат 20 сентября. С 22.30 до 6 утра в границах от Ломоносова до Стофата и от Стофата до проезда Перятинский. Другим темам. Большая уборка в эти дни проходит в Абакане. Территории облагораживают сотрудники предприятий и организации столицы Хакасии. Чистят от мусора газоны, убирают завядшие цветы. Сегодня помочь городу вышли студенты училища Олимпийского резерва Хакасии. Грабли, метла, мешки для мусора, перчатки. Полный арсенал для уборки уже в руках у студентов. Задача поставлена серьезная – убрать газоны вдоль улицы Пушкина в границах Некрасова и улицы Володарского. Помогают ученики жилому району Западный. В помощи не отказывают круглый год. Вместе сажают деревья, цветы, подключаются к осенней уборке. В эти дни в Абакане проходят массовые субботники. В городском отделе экологии всегда рады, когда инициативу перенимают не только городские предприятия, но и частные компании. Благоустраивают территорию рядом с офисами, кафе, магазинами. Горожане могут также подать заявку по телефону 202-733. С инвентарем коммунальщики обещают помочь. Укладка мягкого покрытия на спортивной площадке, обустройство пандусов, установка отбойников для автомобилей, подготовка к монтажу малых архитектурных форм. В республиканской столице продолжаются работы по благоустройству дворов в рамках программы формирования комфортной городской среды. Сейчас подрядные организации сосредоточены во дворах по улице Чехова, 95, и Кате Перекрещенко, 16, 18 и 20. Что необходимо доделать и когда жители смогут оценить преображение своих дворовых территорий, расскажет Надежда Савельева. Двор по улице Чехова, 95, корпус 1 и 2. Здесь работы выходят на финишную прямую. Он получился компактный, но функциональный, с ровным асфальтом, парковками, пешеходными зонами, игровым комплексом для детей. На объекте установлены уличные тренажеры, бетонируется площадка под них. Укладывается мягкое прорезиненное покрытие. У подъездов устанавливаются пандусы. Позднее подрядчик смонтирует отбойники для авто. Ребятишки немножко повредили основание. Подрядчик запетонировал, подготовил площадку под укладку мягкого покрытия. И, соответственно, ребятишки потопали ногами. Сегодня для того, чтобы исправить это, приехала бригада, для того, чтобы все это выравнивать, зачищать. Ну и тем самым потеряли время. Поэтому у меня просьба к жителям этих дворов все-таки повнимательнее относиться к своим ребятишкам. Это разъяснить, что там пока не надо играться. Надо дать возможность подрядчикам завершить работу. Дворы по улице Кати Перекрещенко, 16, 18 и 20. Здесь подрядчик приступил к благоустройству с запозданием, потому как некоторые жильцы были против проведения работ. В сжатые сроки подрядная организация выполнила внушительный объем. Обустроила пешеходные дорожки, смонтировала лежачие полицейские, установила водопоглощающие колодцы. В скором времени на объект заступит фирма по установке малых архитектурных форм. Двор станет красивым, ухоженным и многофункциональным. В рамках программы формирования комфортной городской среды в республиканской столице ведется также преображение общественных территорий. Сейчас все силы сосредоточены на улице Некрасова, 37 и Некрасова, 41. По Некрасова, 41-45 они заасфальтировали тротуар, одну часть тротуара вдоль детского сада Дашенька. Сейчас у них все подготовлено для того, чтобы асфальтировать проезд вдоль 41-го дома. Опоры освещения они будут ставить немного позднее, потому что они попадают в газонную часть и к проезжей части никакого отношения, ничего не испортят. По Некрасова, 37, подрядчик уже провел разбивку территории. Сейчас устанавливает бордюрный камень, позднее начнет монтировать опоры освещения. Через пару дней займется планировкой проезжей части. Все работы на объекте будут завершены до конца ноября, отмечают градостроители. Добавим, всего в Абакане в этом году преображаются 17 общественных территорий. На их благоустройство из федерального и городского бюджетов выделено более 200 миллионов рублей. Надежда Савельева, Александр Кожевников, Новости. В Абакан приехала гусеница. Это новый аттракцион, который будет установлен в парке Орленок. Его изготовили на специализированном заводе в Санкт-Петербурге. Комплекс станет преемником всеми полюбившегося подводного мира, который радовал всеми с детьми на протяжении нескольких лет. Теперь будем кататься на гусениц. Аттракцион такой большой, что разгружали его сегодня утром на стадионе Саяны. Фуры с качелями приехали в Абакан из города на Неве. В Санкт-Петербурге на предприятии «Восток» уже много лет изготавливают аттракционы. И в нашем детском парке Орленок успешно работает и радует горожан автодром. Теперь новинка сезона – семейная гусеница. Планируем установить примерно за неделю. Существлять шеф-монтаж, помогать нам, подсказывать, делать контрольный запуск, испытание. Все это будем снимать до сертификата. После того, как аттракцион пройдет испытание, его зарегистрируют. Для этого в Абакан приедет специалист из Санкт-Петербурга, чтобы окончательно все проверить. Аттракцион считается экстремальным, ведь будет подниматься от земли на высоту больше 4 метров. Он рассчитан на 24 человека, это 12 кабинок, в которых по два места. Принцип работы, как и у предшественника подводного мира – веселые горки для родителей с детьми. Она радовала абаканцев и гостей парка несколько лет подряд. И новую гусеницу устанавливают именно на место подводного мира. Ну а откроют аттракцион для посетителей Орленка только в следующем году. Любителя выпить на дорожку лишили свободы. В Ширинском районе 35-летний местожитель 11 раз привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение. Последний случай оказался для него роковым. Суд назначил рецидивисту два года колонии строгого режима. Кроме того, его лишили прав на 4,5 года и конфисковали автомобиль в доход государства. А пьяный водитель в Кызыле, уходя от погони, утопил свою машину. Как рассказали в МВД Тувы, дежурившие инспекторы ДПС подали сигнал остановиться водителю ВАЗа. Но тот решил увеличить скорость. На помощь полицейским прибыл еще один экипаж. Во время преследования лихач выехал на берег реки и, не справившись с управлением, слетел в воду. Трое пассажиров и сам рулевой не пострадали. Гонщиком оказался 18-летний студент техникума. Он был пьян. Также выяснилось, что молодой человек никогда не обучался в автошколе. Автомобиль арестован приставами за просрочки по кредиту. Абаканка взяла заим 360 тысяч рублей под 74% годовых. В качестве залога послужила иномарка-должница. Выплачивать грабительские взносы она не смогла. Кредиторы подали исковое заявление в суд. Теперь у горожанки есть 10 дней для погашения задолженности, иначе машина отправится на торги. Штраф 65 тысяч рублей за речные круизы без лицензии. В Хакасии транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере перевозки пассажиров водным транспортом на реке Енисей. В августе два судоводителя катали туристов в границах Маинского водохранилища без соответствующего разрешения. Кроме того, один из катеров не зарегистрирован в госреестре. На виновных наложены финансовые санкции. Также в суде решается вопрос о запрете деятельности по перевозке пассажиров, пока владельцами лодок не будут получены лицензии. Частный жилой дом сгорел в Абакане этой ночью. На момент прибытия расчетов полыхали стена, потолочные перекрытия и крыша. Хозяйка заметила огонь вовремя и успела выбежать. Причиной пожара стало короткое замыкание. Инженер из Нидерландов обманул жительницу Абакана. 65-летней женщине в мессенджере пришло сообщение от иностранца, который якобы ищет общение с представителями разных стран. Горожанка поддержала диалог. Спустя время новый знакомый написал, что в знак дружбы хочет отправить подарок – одежду и парфюмерию. Но чтобы получить посылку, необходимо оплатить доставку в размере 20 тысяч рублей. Сумму без лишних вопросов перевел сын потерпевшей. Но когда запросы стали нидерландца расти, абаканцы поняли, что их разводят. Из всей этой истории правдой оказалось только то, что абонентский номер мошенника действительно зарегистрирован на территории Нидерландов. Далее реклама, после вернемся к новостям. Реклама Огонная технология Века Века – это возможность изменить мир к лучшему. Голден Плаза Идеальное место для вашего праздника. Современный дизайн, стильный интерьер и уникальная атмосфера создадут незабываемое впечатление для вас и ваших гостей. Сделайте ваше торжество незабываемым вместе с нами. Город Абакан. Парк отдыха «Самохвал». 323-284 Продажа объекта недвижимости ОАО «РЖД». Двухкомнатная квартира 51,5 квадратных метра. Аскийский район, рабочий поселок Бескомжа. Улица Ешмекова, дом 22. 8-913-185-77-05 Профессиональный подход к стирке ковров. Специальное оборудование и уникальные технологии. Организуем бесплатную доставку. Мы вернем вашему ковру первозданный вид. Клининговая компания «Чистый дом». 26-46-46 Реклама Семьи героев, погибших на СВО, освободили от платы за детский сад. Также их дети будут зачислены в дошкольные учреждения без очереди. В Хакасии введены дополнительные меры поддержки. Постановление правительства республики уже подписано. За детский сад уже не платят семьи военнослужащих, участников спецоперации. Теперь эта мера расширена на семьи погибших бойцов, мобилизованных, добровольцев и контрактников. Уточнили в региональном министерстве образования. Праздник урожая и гостеприимства под открытым небом. 21 сентября на республиканском уподроме развернется масштабное торжество. Обряды, благодарения земли, театрализованные представления, ярмарки и даже конные скачки. Несколько тысяч человек встретятся в одном месте, чтобы вместе отметить национальный праздник Уртун-Тои. Анастасия Марьясова расскажет о деталях программы. Концерты, яркие театральные постановки, исшествия муниципалитетов. Начнется субботний праздник в 11 утра на центральной сцене с театрализованного пролога «Легенды Читыхыс». До вечера гостей праздника будут радовать мастера искусств Республиканской филармонии имени Чаптыкова и творческие коллективы Национального центра народного творчества имени Кадышева. А на соседней поляне все желающие смогут попробовать и приобрести для себя угощения – мед, орехи, яблоки и талган. Все 13 муниципальных образований приедут, выстроят свои юрты, подворья. И, как всегда, этот праздник красочный овощами, плодами всей такой истории, придуманной людьми. В этом году три конкурса республиканских. Это театрализованный конкурс для муниципальных образований. Помолвка, поскольку Уртун-Тои он и посвящен свадьбам. Осенью всегда хакасы играли свадьбу, поэтому помолвка, театрализованный конкурс. А далее у нас идет конкурс плодов и овощей, где все муниципальные образования представляют свое подворье. И третий конкурс – это там, где представляют род. Каждое муниципальное образование представляет свой род. Любители ярких эмоций и активного образа жизни ждут на трибунах. С 12 дня там пройдет финал конно-спортивных соревнований «Большой сибирский круг». Завершится Уртун-Тои в 17 часов награждением участников республиканских конкурсов. Анастасия Мариасова, Андрей Аралов. Новости. Кинопоказ, мастер-классы по рукоделию и гала-концерт. В региональной столице стартовал городской фестиваль творчества пожилых людей. Продлится он до конца недели. Сегодня организатор мероприятия, городской центр культуры «Победа», радушно принял пенсионеров у себя и устроил для них полноценный День кино. Познакомиться, подружиться, обменяться опытом и еще раз напомнить себе и друг другу о том, что после 50-ти жизнь только начинает играть новыми красками. Фестиваль творчества пожилых людей проводится в столице республики на протяжении двух десятков лет. Ежегодно он собирает пенсионеров не только из Абакана, но и из разных уголков региона. Повышается самооценка, потому что мы долгое время сидим дома. Лично я, что у меня внуки, один с утра, один вечером в школу с обеда. И времени не остается на мероприятия выйти даже. А тут уже вышел, самооценку, платье одеваешь, песню поешь, народ кругом, глаза у всех горят. И явно это хочется выступать и тянет. В этом году праздник будет проходить в течение нескольких дней. Сегодня для людей элегантного возраста в ГЦК «Победа» проводятся кинопоказы сразу пяти фильмов. Отель «Мэри Голд» каждый 88, «Хатико. Самый верный друг», «Чернильное море» и 30 секунд. Завтра займемся здоровьем. То есть это будет и суставная гимнастика, это будут фитнес, такие танцевальные моменты. Не скажу, что это зумба, это скорее вот что-то и не аэробика, вот какая-то такая смесь. Ну, танцы доступные, которые можно потом будет где-то использовать, может быть, на тех же танцах, которые проходят в ГЦК «Победа». Будет еще скандинавская ходьба, и этих групп будет несколько, да, то есть они будут повторены, эти занятия. Это завтра, в четверг, начнется все в 11 часов. В воскресенье состоится галоконцерт в Большом зале городского центра культуры. На сцене «Победы» выступят хоровые коллективы пожилых. Свои творческие номера представят и сольные исполнители. Специально для этого в фойе центра культуры сделают небольшой амфитеатр. Начало в 11 часов. Завершится фестиваль творчества пожилых. На следующей неделе в Абаканском дворце молодежи пенсионеров будут поздравлять лучшие творческие коллективы города. Наджеда Савельева, Андрей Оралов, новости. А еще в Абакане впервые пройдет Биеннале – фестиваль изобразительного искусства. Шесть творческих площадок раскинутся у городской картинной галереи. Гости культурного события смогут попробовать себя в различных мастер-классах и даже в росписи по гипсовым фигурам и арт-объектам. Что еще ждет необычного арт-пространства, расскажет Алина Яковлева. Биеннале безграничного творчества, фантазий и красок. Возможность создать свое собственное произведение искусства. 28 сентября в Абаканской картинной галерее готовятся провести грандиозные арт-события. Шесть площадок, каждая посвящена определенной тематике. А для самых смелых будет возможность разрисовать одну из малых архитектурных форм города – багеты. У нас на каждой лавочке будет располагаться определенная номинация, площадка, направление, как угодно это можно назвать. Это будет и живопись, это будет граффити, также багеты будут представлены у нас. У нас один остался свободный, это будет и оформительское искусство. Также будут у нас гипсовые фигуры раскрашивать. Ну, такое разнообразное творчество в более современном таком формате. Мероприятие организовано благодаря субсидии из муниципального бюджета. Всю необходимую краску, оборудование, художественные принадлежности творцам предоставят организаторы. Мы приглашаем всех молодых людей поучаствовать с положениями. Можно ознакомиться у нас на странице ВКонтакте. Ну и также просто посмотреть на все это действие. Потому что жители города смогут принять непосредственно участие в создании картины. То есть художник запечатлит какой-то момент фестиваля, будет его рисовать. И в это же время потом можно будет дополнить под четким его надзором какие-то моменты. Регистрация будет происходить по заявкам, то есть подача заявки. Мы будем созваниваться с участником, в каком именно направлении он себя видит и что готов изобразить, показать. Биеннале осторожно покрашено пройдет на площади у Баканской картины галереи в следующую субботу, 28 сентября в 14 часов. Для тех, кто боится холодной осенней погоды, организаторы подготовят горячий чай, танцы и музыку. Алина Яковлева, Михаил Кудрявцев. Новости. Продолжаем выпуск. Романтическое путешествие на двоих могут выиграть молодожены Хакасии. До 13 октября по всей стране проходит конкурс-марафон «Выходи за меня». Если вы зарегистрировали брак или подали заявление через портал Госуслуг, то можете принять участие. Главный приз. 300 тысяч рублей на путевку в любую точку России. Также проходит розыгрыш дополнительных подарков для всех участников каждую неделю. Как рассказали в Минюсте Республики, нужно разместить историю любви на своей странице ВКонтакте. Начать пост необходимо с фразы «Я участвую в марафоне». Хэштег «Выходи за меня», хэштег «ЗАГС онлайн», хэштег «Госуслуги». Затем подписаться на сообщество организаторов марафона «Госуслуги» и «Национальные проекты России». Более 1 тысячи участников, свыше 70 команд и несколько туристических полос. Всего в парке культуры и отдыха в день соревнований по спортивному туризму прошло 6 видов состязаний, и в каждом определился победитель. Отдыхаем весело и спортивно. В эту субботу парк культуры и отдыха Абакана стал местом притяжения самых активных и спортивно подготовленных горожан. В рамках празднования традиционного Дня здоровья участники смогли попробовать свои силы в туристическом многоборье «Мы выбираем туризм». И сегодня в Управлении культуры молодежи спорта отметили тех, кто стал лучшим на каждой полосе. Очень приятно, что в Абакане растет число занимающихся физической культурой, спортом, которые ведут здоровый образ жизни. Сейчас это модно, это современно. И очень приятно, что и в Дне здоровья все больше становится команд, больше участников. Ну и самое приятное, что подключаются семьи и участвуют целыми такими дружными семьями. Программа туристических испытаний по-настоящему насыщена. Участники соревнуются в спортивном ориентировании, преодолении водных преград, ходьбе по канатным дорожкам и многом другом. Для каждой возрастной категории свой уровень сложности. Но самое главное – это эмоции, которые получают туристы от прохождения туристического маршрута. В этом году стала очень популярна семейная полоса. В ней приняли участие 13 команд. Наш город молодцы, делают акцент на спортивном развитии. Наш мэр хорошо влияет на это. И я так считаю, что это очень правильно, что в первую очередь это спорт все-таки. Погода, говорят, все было пасхурная, но, вы знаете, было жарко, было классно, потому что трасса была достаточно нелегкая. Мы первый раз ее проходили, но мы пролетели, даже не заметили, как. И такие, что-то быстро, поэтому классно. И надо, чтобы больше семей участвовало, детей, то же самое в Одессе, приобщать к спорту, потому что спорт – это жизнь. Каждый год мы принимаем участие в туристическом многоборье. В том году у нас принимала участие одна семья от нашей школы. В этом году принимает целых три семьи участия. Две семьи заняли призовые места. Также участвуют команды. Команды у нас каждый год занимают призовые места. И в этом году призовые места заняли команды третье и второе место. Хочется сказать огромное спасибо нашим семьям, потому что они активно в этом году включились в туристические многоборья. Они участвуют, проявляют свою активность, наполняются здоровьем, бодростью на этот день. И наш микрорайон Южный занял тоже призовое место. Это третье место. Судьи оценивали не только работу команды во время туристических маршрутов, но и то, как они обустроили свой привал – командные биваки. А их в парке культуры и отдыха насчитывалось 11. Лучшим из них оказался бивак, который разбила команда детского сада «Золушка». Мы доверили это нашему опытному туристу, у которого есть огромный не только стаж в спортивной составляющей, но и походы пятой-шестой категории. То есть он в этом профи. Оценивалась, конечно, техника безопасности на биваке, эстетическое состояние бивака, ну и, конечно же, это приготовление пищи, качество, ну и вообще все, что с этим связано. Мы сделали ставку на творческий посыл. У нас была концепция. В этом году мы решили наш сад… Как на детский сад «Золушка». Да. Вот приурочить к названию детского сада, и мы сделали бивак на тему «Золушки». У нас была настоящая «Золушка». Да, маленькая девочка. Были ее злые сестры. Вот. И все было в сказочном стиле. Городской день здоровья, частью которого стали туристические испытания, мероприятие традиционное. На этот раз он прошел под веселые речевки, яркие эмоции и бурные аплодисменты. И в завершении выпуска «Анна Васильев» в зоопарке построили просторный дом для самой большой птицы. Африканский страус и два эму переехали в новое уютное и теплое жилище. Это двухквартирник. Строился он почти все лето. Комфорт в апартаментах оценили сегодня наши корреспонденты. Пластиковые окна и полы с подогревом. Сотрудники Центра живой природы создали в новой квартире все условия для комфортной зимовки пернатых. Эму и страус – товарищи теплолюбивые. Поэтому температура в новых жилых квадратах строго выдержана выше плюс 20 градусов. А еще в доме новоселов установлены системы вентиляции и обеззараживающие бактерицидные лампы. Мы стараемся условия создавать для всех животных. И вот, в принципе, у нас такое замечательное здесь место. Во-первых, и солнечно. И решили, на базе, что у нас здесь было, реконструировать. А практически получился совершенно новый дом. Благоустроенный. И полы с подогревом. То есть, представляете, насколько будет уютно, тепло нашим птицам. А еще большие окна. Потому что все-таки не секрет, что даже любым живым существам, даже в зимний период, все-таки нужно, чтобы был какой-то свет. Вот здесь этого света будет гораздо больше, чем в старых домиках. Теплый дом разделен на две части. В 20 квадратах поселился крупный африканский страус. Жилплощадь в 16 квадратов делит парочка эму. Сотрудники зоопарка делятся. Южные пернатые на новом месте уже обжились. И сейчас готовятся к зимовке. Найти переселенных квартирантов посетители питомника могут в ряду хищников напротив пум и пантер. На этом все. Еще больше новостей на сайте Абакан-24, в наших социальных сетях и в Телеграм. А еще прямые эфиры нашего канала вы можете смотреть ВКонтакте, Одноклассниках, к платформе Lime и GTV, а также на видеохостинге Routube. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова